Приветствую вас дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, мы продолжаем проходить игру Elden Scroll Легенды. В одной из этих книг пророчества выписаны из древних свитков, но я не знаю в которой. Поможешь? Что написано пером? Слушай, думаю, что я помогу, по крайней мере постараюсь. И мы переходим в одиночную игру... Арена. Ну что ж, кого давайте, ребята, выберем с вами? Даже не знаю. Давайте, наверное, эльфа этого. Поехали. Темный пророк, победоносный. Ну что ж, хорошо. Так уж и быть. Ну что ж, рука вроде бы неплохая, такую и оставим. Ага, еще рывок мне дали. Вообще замечательно. Пропускаем ход. Понятно, вызвал какого-то крокодила. Давайте, наверное, мы, ребята, с вами выкинем стража. И будем ждать. Ооо, это что такое? Что-то за привидение вызвал. Ага, он посмотрел мою карту. Понятно. Теперь надо подумать, кого нам выложить, ребята, а? Ага, скульптор плоти, рывок. Давайте, наверное, молодого мамонта. По крайней мере, у меня будет прикрыто все. Помимо, конечно, правого фланга. Да что ты делаешь, а? Уничтожил мне карту просто-напросто. И в лицо сходил. Хорошо. По крайней мере, он раскрылся. Давайте вызываем, наверное, мы с вами капитана. Отличненько. Так, он подхил делает себе. Ну что же. Нам только на руку, ребята. И вызовем, наверное, с вами говорящий с хистом. Да как-то не особо хочется. Давайте сделаем так. На капитана поставим 3-3. И атакуем. Думаю, так будет лучше. Пронзающее копье делает, а? Ну ты посмотри. Я смотрю, у него очень много карт на уничтожение. Ладно. Как-то мы это перетерпим. Давайте рывок. И пророчество под прикрытием. Давайте атакуем. Сделаем, так сказать, размен. Чтобы он мне мозги не компасировал больше. Ну, а кого это не так страшно. Опа-на. Нормально. Так, имперский доспех, ребята, у нас. Появилось. Но мы ставим скульптора из плоти. Превращать все карты в вашей руке в случайные карты. Нет, как-то не очень. Давайте, наверное, вот этого. Говорящий с хистом. Пускай у нас будет одна дополнительная манна. Так, и имперский доспех. 0,6. Так, давайте, наверное, на этого, на орка, сделаем. Отлично. Вперед, марш! Насколько он усиливает? Ну, ненамного. Так, обязательно выкладываем маленькую девочку. Она у нас на следующий ход перевоплощается. Ах ты сон. И будет вообще шикарно все. Жаль, конечно, что он мне сейчас пробьет. А, нет, не пробьет, ребята. Не пробьет. Я думал, что стража может убить. Но нет. О, жуткий клан Фир. Че творит, а? Ты посмотри. И выкладывает стража. Ну что же, давайте тогда клан Фира выложим. Почему бы и нет. 6-3. Довольно неплохая карта. Ну что, будем менять. Что у нас тут вышло? Рывок. Да. Получи гад. Пропускаем ход. Но у него тоже, ребята, не очень много карт. Опять он выкладывает здесь стража. Ого. Ну ладно. 4-7. Как-нибудь мы с этим разберемся сейчас. Рывочек. Кстати, да. Давайте уничтожать этого стража. Ну и нанесем, наверное, одну единицу урона. Все. На следующий ход я его разбиваю. Ну, он подхилился. Вообще бесполезная карта в данный момент для него. Ну, а мы продолжаем, ребята. Выкладываем орка. И просто разносим, наверное, его сейчас. Так. И вот так. Шикарно. Что я могу сказать? Ну, это фигня. Крокодила вызвал. А у нас страж здесь есть. Как бы не так, братишка. Зазелень. Действительно. Ах, черт подери. Мы ему сломали тотемчик. И он вызывает карту. Но у него отхил. Ну что же. Пока держимся, ребята. Пока стоим. Страж. Ну и что ты будешь делать далее? А, сейчас мы пропускаем ход, ребята. Ха-ха-ха. Так. Сделал обмен. Две карты поменял, ребята. Этот чудик у нас. Ну, я вам сразу скажу, что это для него не выгодно вообще. И у нас еще Минотавр с рывком. Естественно, все это в лицо у нас сейчас пойдет. С этой стороны тоже в лицо. Давайте, ребята. Что такое? А, елки-палки. Я же забыл. Страж тут стоит. Ха-ха-ха. Совсем уже. Так. Ну, а это в лицо. И осталось-то у него, ребята, всего лишь 7 хп. Все, я думаю, сейчас он погибнет у нас. Кого у Ваковы? Ага, вот эту взял карту, да? Опа-на. Кленовый щит. Но все равно, ребята, это его не спасает. И он проигрывает. Все, естественно, пойдет в лицо. Пока. Победоносный. Ну что же, ребята, с очередной нас победой. Шикарно. Оу, мы еще получили 10 уровень. Что довольно неплохо. Должны дать какие-нибудь призы, я так понимаю, да? Так, давайте посмотрим. Что нам за это дадут? Награды за уровни. Понятно. Здесь у нас деньги, соточка. Тут у нас пак колод. А здесь карта, да? Кража. Плюс 4, 4. Лентяй Квинроула. Ух ты, он еще и апгрейдится у нас. Теперь он стал поглощение. И кража 4 на 4. Что же, я довольно рад. Но давайте вскроем пак. Посмотрим, какие тут будут карты у нас. Этот был у нас. Так, Маршал Солд Реста. Ага, понятно. Снижается на 6. Инкубатор Твердыни. Ну, довольно неплохо. Смертоносный Драугры. Ну, этот был у нас парнишка. Новичок Гильдии Воров, по-моему, тоже был. Ну, и Моркул Привратник тоже был. Но все равно, карты хорошие. Продолжаем с вами, ребята, арену. Победитель получит все! Ага, тут еще мы можем взять карту. Слушайте, я думаю, что, может быть, нам взять немоту. Все-таки пригодится. Ну, и мы продолжаем проходить арену. Давайте выберем следующего сразу. Вот этого паренька. Посмотрим, кто это вообще такой у нас. Темный маг? Ёлки-палки, я думал, что это какой-то воин. Казарма, если вы призвали сюда существо силы 4 и выше, возьмите карту. Вот он даже как. Ну что же, рука вроде бы неплохая, оставляем такую. Исцеляющие руки, замечательно просто. Мы заслужили то, что нас ждет. Чародийка крови, да, у него? Ну что же, хорошо. Мы тогда, наверное, с вами вызовем вот эту картишку. Без стража нам никуда. Чем дольше ты дергаешься, тем слаще победа. Да ты что? Хе, тем слаще победа. Хорошо. Давайте, наверное, нанесем урончик. Вот так вот. Исцеляющие руки. Пока не стоит. Ты не поможешь мне. Оу, вот это, вот это вот надо уничтожать, ребята. Это очень плохая карта. Сосели. И вызовем такую же. Ха-ха-ха. Потому что эта девочка 0.2 на второй ход превращается, по-моему, в 5.5 или в 4.4, я уже не помню. От ящеров мне ничего не нужно. Так, капитан у нас есть. Да, в 5.5 превращается. Ух. Так, ну что, давайте, наверное, мумию поставим вот сюда. 2.2. Так, отлично. Размен делаем. И вот так. И наложение рук. Думаю, довольно неплохо. Получилось 6.6 плюс дополнительная магия у нас. Что он будет делать? Ах ты, черт тебя подери. Он вызывает оберег. Этот голем 7.5 с оберегом очень плохая карта. Нам надо прикрываться. Выкладываем капитана со стражем. И так сделаем. Люди такие доверчивые. Давайте в лицо. Все равно он пока нам здесь ничего не сделает. Ну а мы пока жизнь себе подкупим. Угу. Давайте атаковать тогда стража. Все, вроде бы пока нормально. Блин, у него, конечно, карт многовато. За мной, солдат. Но... Черт подери, тоже стража вызвал. Чего ты хочешь? И еще один оберег страж. Ёлки ты палки. Ну что же, у нас остается только... Может быть... Блин, протектора вызвать. С левой стороны нам нужно прикрываться в любом случае. Так, давайте вначале здесь разберемся. Так. Отлично. Будет ли у нас смысл 3-3 ставить на стража? Нет. Подождите. Давайте мы сделаем так. Ах ты, ёлки-палки. У него же здесь с оберегом. Давайте оберег снимем. Теперь ставим 3-3. Отличненько. Прикрываемся стражем. Уничтожаем стража. Ну что? Блин, единственная досада, что у меня нет карт, ребята. Опять орк. Блин, 5-3. Ёлки ты палки. Ты посмотри, что он творит. Единственное, что хорошо, что хпшки я накопил за это время. Ода Винг. Я пока его не могу призвать. 12 маны у меня нету. Но в любом случае, надо будет нам этого орка сносить. А здесь страж стоит. Эх, ха-ха-ха. Как-то все не так, как я хотел. Давайте сносим стража. Сухая шкура. Сама ты сухая шкура. Так, здесь придется размениться, ребята. Как ни крути. Дожить бы нам до карты, до этой, до 12-й. До 12 маны. Даёт оберег. О-ой-ой-ой, всё хреново. И стража ещё влепил. И ещё одного стража. Так, ну что, придётся болотного левиафана вызывать. Это однозначно. Выбора нету. И горный тиран у нас выпал со стражем. Это хорошо. Так, это замечательно, что он сейчас разменялся. Ставит очередного стража 0-9. И вора влепил. Ну, пока... Оу! Проклятый призрак. Давайте-ка на капитана. Делаем немоту. Теперь вызываем стража. Ну, а здесь нам надо уничтожать стража однозначно. Ну что? Что ты там запыхтел? А, чёрт, а? Снёс. Снёс мне всё-таки стража. Вон, ребята. Пророчество страж. Да что такое? У него стража за стражами идут. Так, нам ещё один ход до Адавинга остался. Блин, этот будет постоянно у нас в оковах. 0-3 и карту возьмём. Давайте применим, ребята. Сюда тогда сделаем. Так, скульпторы из плоти. Давайте активировать, потому что у нас очень хреновая рука. Получи. Отличненько. Пока не будем ничего делать. Ну, а они у тебя будут. Чёрт бы тебя побрал. Да что ты будешь делать? Сколько у тебя стражей-то? Ну, карты у него закончились. Так, давайте вызываем, наверное, Адавинга. Ха-ха-ха-ха, шикарно. Очень хорошо. Ну что же, ребята, я думаю, что всё. Ему сейчас будет край. Адавинг своё дело сделал. Даже этот страж тебе тут не поможет. Всё. Разбиваем стража. Минотавр даже с рывком. Сейчас всё это пойдёт у нас в лицо. На-ка. И добиваем, ребята. Ну что же. В принципе, всё у нас хорошо получилось. И победа за нами. Я впечатлён. Буду иметь тебя в виду для следующего серьёзного дела. Арактан нам говорит. Ну что же, это хорошо всё. И нам дают на выбор очередную карту. Прорыв. Урон всем одну единицу. И оружейник из Брумы. Слушайте, я, наверное, возьму оружейника из Брумы. Да, она нам нужнее. Ну, осталось у нас тут не так уж и много войн. Так что всё будет хорошо. Ну, а я на этом буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы обязательно увидимся в следующих видосиках. А на этом всё. Всем пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok